Сегодня опять говорим про цену биткоина, и да, ребята, вы прочитали название правильно. Я действительно думаю, что прямо сейчас нужно закупаться биткоином. Я действительно думаю, что прямо сейчас лучшее время закупаться биткоином. Я вам покажу сейчас, почему я так думаю. Расскажу вам, почему я сейчас даже добавляю в свой трейд. Совсем немного, конечно. Но, как вы видите, в этом трейде сейчас 3 миллиона долларов. И 730 тысяч долларов прибыли. И вопрос сейчас следующий. Каким будет следующее движение на биткоине? И почему же прямо сейчас я выбрал такое название для этого видео? Обязательно досмотрите до конца, ребята. Потому что то, что я покажу вам сегодня, определенно взорвет ваш мозг. Как обычно, огромное спасибо за то, что присоединились. За все ваши лайки, комментарии, за то, что делитесь видео. Огромное вам спасибо. И если вы лайкните это видео, это займет буквально секунду. Но при этом покажет алгоритму, то, что это видео, которое действительно должно быть в мейнстриме. Это именно то видео, которому нужен алгоритм. Огромное вам спасибо. Я не загружал видео несколько дней по определенной причине. Цена ничего не делала. А сейчас давайте перейдем к контенту и поговорим о том, что происходит сейчас на биткоине. Посмотрите, как это выглядит. Некоторые скажут, что биткоин просто в боковике несколько недель. И да, и нет. Но, по сути, да. Буду с вами честен. Но давайте немного отдалим и вспомним, что вообще произошло. Биткоин взлетел на 75% в этом году. Мы уже прошли медвежий рынок. Упали на 85% в 69 тысяч. Я, конечно, не могу точно по времени определить вершину бычьего рынка. Но если бы вы спросили меня в процентах, я бы сказал где-то 85% от вершины до дна. Сейчас же мы взлетели на 75% от самого дна до вершины. И до этого сформировали идеальный медвежий рынок. Были высокие максимумы и минимумы на недельном графике. Так что, что мы можем наблюдать, это трехдневный график, но недельный выглядит так же. Минимум, высокий минимум. И даже вот этот минимум выше, чем предыдущий. И при этом также формируем высокие максимумы. Так что на недельном у нас восходящий тренд. Но это далеко не все, дамы и господа. Вот что я хочу сказать вам. Сейчас самое время покупать. Если оглянуться по сторонам, все у нас медведи. Даже несмотря на то, что мы взлетели на 75%. Если посмотреть назад, это действительно мне напоминает о предыдущем медвежьем цикле. Как раз таки ближе к концу переходного периода рынка. И я не говорю, что мы взлетим завтра. Но вот что я пытаюсь вам сказать, дамы и господа. У нас прямо сейчас наблюдается взлет на еженедельные подачи документов о банкротстве. В последний раз мы такое видели в марте 20-го. Я думаю, вы помните, что было после. Замечательно взлетели наверх. И также, то же самое было в январе 2009-го. Как вы помните, давайте вернусь назад, это был огромный кризис. Также, подобное мы наблюдали еще в 2001-м году, но этого нет у нас на графике. Это был пузырь доткомов. И сейчас мы наблюдаем такое же количество документов о банкротстве. На четырехнедельной средней скользящей. Что это означает? Я думаю, вы все знаете, высказывание кажется Джорджа Сороса. Я определенно не его фанат. Но вот что он говорил. Нужно покупать, когда на улицах кровь. Когда на улицах кровь. Когда все боятся, нужно жадничать. А когда все жадничают, нужно бояться. И сейчас все как раз таки боятся. Так что нам нужно жадничать. У меня палец на кнопке купить. Я готовлюсь сейчас. И опять же, я не говорю то, что мы взлетим завтра. Тот график, который я показал, это средние скользящие. Так что, конечно, мы можем взлететь через две недели. Возможно, будет еще одна встряска. Это тоже возможно. До 20 тысяч, а потом памп. Суть в том, что мы очень близко к огромному количеству проблем. Мы очень близко к тому, чтобы биткоин стал снова идеальным местом для людей, для сохранения их средств. Мы это уже видели много раз. С Украиной, Россией и со многими другими печальными вещами в мире. Банкротство, события черного лебедя и очень много чего еще. Каждый раз биткоин в эти времена – одна из вещей, в которые можно вложиться. Конечно, это может быть и золото, и серебро. Но что у нас можно разделять, перевозить через границы, что нельзя конфисковать? Ответ на это все – биткоин. И, как обычно, это просто вопрос времени, когда большие инвесторы это поймут. Мы говорим не то чтобы про возможность, которая появляется один раз в жизни, но определенно раз в несколько лет. И вам явно стоит закупаться биткоином, перед тем, как все совсем не станет плохо. Именно поэтому я бык на биткоине. Прямо сейчас. И каждый раз, когда биткоин не заходит за 30 тысяч, у меня только укрепляются бычьи настроения. Чем больше мы идем вбок, чем меньше волатильность, тем больше будет в конечном итоге движение наверх. И мне совершенно наплевать, будет ли у нас еще одна встряска вниз. Я не буду частью этих выкинутых слабых рук. У меня сильные руки, я держу свой биткоин. И даже продолжаю добавлять в свои трейды. И продолжаю закупаться биткоином. Торговля – это даже не самое главное. Главное – это увеличивать портфель биткоина. Это сейчас важнее всего. Огромное спасибо вам за просмотр. Если вы тоже хотите торговать, как обычно, ссылка будет внизу в описании. Там вы найдете бесплатный бонус, если хотите открыть трейд. Так же, как у меня, например. Кликайте по ссылке внизу в описании, регистрируйте, сделайте депозит и заходите сами в трейды. Но делайте это только если вы опытный трейдер. Если нет, просто покупайте и держите. И как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока.